Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого и это продолжение моей партии за арабов в Сидмерс Цивилизейшн 6 Гэзеринг Сторм с иностранцами. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну и напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу. Приятного вам продолжения просмотра. Переключимся в 2D, чтобы быстрее ходилось. Охрен. Блин, просто начинается загрузка, все, у меня все убито. Ну и тут сидят, короче, чуваки, вот, мастер быстрой руки. Вот так вот все быстро тут происходит. КОНЕЦ Ну и тут все будет. здесь вам нормально более-менее видно на в этом режиме но иначе просто чувак не будет перекликивать я ничего не могу сделать удалось похитить средства так это компьютер как я понимаю еще плюс 5 от англии ну тут как бы я не могу догнать то есть я не хочу играть на место это не интересно играть на какие-то места мне это совершенно неинтересно не могу догнать англию си там никто ничего ему делать не будет тут как бы никто не может ничего сделать а перс такой я так понимаю что он такая гадость которая типа хочет со мной воевать до конца ты ну такой но шон такой человек говнецо слегка было бы по этому городу понятно вот такой вот не я не спорю что тут как бы я проспал вот это все выкуплено вот это было сразу же это прям инк против окей каждый 10 ходов будем голосовать прикольно и the ink у инка в четыре раза меньше всего но вот начинайся ну походи в мгн учет что тут я тут что-то убивают олены не умер прикиньте а я могу корпуса уже делать так я могу я могу успешно defended Субтитры сделал DimaTorzok 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 Играет музыка Так, в героический век выхожу Это хорошо Хорошо Играет музыка Странно, что он так на парсу лезет Почему-то Так, давайте тут А я тут Так, банк Ну, он перекликивает меня Ну, понимаете, что я могу сделать? Ну Просто тут ушел, там убил Иди ты в жопу, блин Играет музыка Ну, серьезно, вы видели? То есть я даже не мог Он не убил этого И тут еще и ушел своим кирасиром Дамаск угорачивает? А, да, я оттуда убрал Ну, это круто так играть То есть ты можешь прибегать То есть ты можешь прибегать, убивать все Человеку Сам свои юниты спасать Просто нечестны, я считаю Так, две полевых пушки Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Ну... Ну... Блин, блин... Я, извиня, не стрелял уже этим... Так... 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 ну блин да ну вы видели но все же юнит не могу бить уж этот тварь не выбирается нихера все лагает это это чуть не лагала а как война с персом начала лагать я даже боюсь переключать в 3d ну можно даже переключить сейчас уже не так важен fast click как до этого было у меня всех убили нефти нету здорово но я разграбил военный лагерь который я построил как бы логично меня было отложить просто строительство но я уже в героическом ну там англия насыпает денег вот это вот все а у него уже корпуса пошли так ясно у меня три хода до то есть три хода до армии денег нет вот в чем проблема денег нет но вы тут держитесь всего доброго удачи вам счастья до каких-то дебила не проголосовали за победу англии в англии 662 науки вот у них там хатуса баллоне и такая сейчас отправлю послав хатусу но это 240 мне только дает а и и и и Продолжение следует... О боже, что там? Там на улице что-то произошло. ЧПДЛ спешат на помощь. Но смотрите, он убрал юнит, еще даже... Я походить не успел. То есть, у меня даже не прогрузилось ничего, он уже юнит убрал. Это вообще легально? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нормальненько. Так, значит... У меня... Три корпуса кирасиров, так... Значит, мне три кирасира надо, как минимум. Один есть. Еще два кирасира. И вот у меня будет армия кирасиров. Так. Корпус кавалерии имеется. Мне бы... Ну, ладно, кавалерию попозже. Э, у меня даже нету смысла идти в авиацию, просто потому что... А, ну и в танке мне нету смысла, у меня нету нефти. Вот что мне делать? У меня нету нефти. Делай шо хош, называется. И нету дождь, мне даже некого захватить рядом, чтобы нефть была. Сиди, страдай. Обожаю шестую целу. Ну, была бы у меня нефть, перс бы упал давным-давно под артой в шуме арта. Блин, минус такой по деньгам идет. Блин, а что с деньгами делать? Че-то мой соперник перс ливнул, видимо. Ну, один раз в поле, может быть, лучше в поле, сейчас. Ну, ладно, и бот-команды? Я имею в виду, люди будут минусать это? Может быть, мы просто вложим в... В общем, на этом моменте игроки проголосовали за то, что в партии победила Алиенора, ну, или игрок, игравший за Алиенору. Я хотел загрузить сейв за него, посмотреть, откуда у него столько науки, развития, но, к сожалению, оказалось, что, блин, вот этот новый режим Красная Смерть, он автосейвами затирает сейвы цивы, тоже не разделено. И, не сохранившись, очень жалею. Очень жалею, что не загрузился, но я могу предположить, что, во-первых, там явно где-то найдены города-государства научные, во-вторых, он уже точно делает проекты. И вот у иностранцев вот эта система их игры предполагает, что они во многом играют на места, а не на победу чисто. Если бы играли на победу, то была бы явно какая-то коалиция против Алиеноры, там что-нибудь нападали бы. А так все сидели, развивались, ничего не делали с этим лидером, и в итоге, видите, он очень неплохо развелся, улетает. А так как, как мне кажется, в этой партии я его основной конкурент в плане какого-то возможного развития, то он еще и помогает Персу в войне против меня. Так как остальные игроки именно англичанину ничего портить не хотят, я не говорю, что помогать мне захватить Перса. Это, знаете, такое, мне захват Перса просто хотя бы, чтобы на уровне с Англией был бы. Но им, опять же, всем остальным не особо выгодно, чтобы я захватывал Перса, как бы играть в помощь мне, чтобы я выше по местам был, выше, лучше по развитию, чем они. А англичанин все, или за кого там, блин, я не помню, этот Алионора за Францию или за Англию играл. Ну, Алиенора. Игрок, игравший за Алиенору, прекрасно понимает, кто я, основной соперник, и мешает мне. И, соответственно, мне нет смысла тоже дальше продолжать, потому что я вижу, что никак... Я бы забрал Перса в итоге, забрал, но это не дало бы мне возможность догнать Алионора все равно. Это просто откладывание неизбежного в долгий ящик. В общем, такая партия получилась. Конечно, возможно, опять же, я тактически не очень хорошо действовал, но Перс меня жутко перекликивал, он прям даже несколько ходов вначале делал. Тем не менее, я все равно бы его забирал, потому что я далеко впереди него по науке, и тут выход в более современные юниты, его города просто разваливаются. Спасибо, что смотрите. Следующий ФФА-сериал будет, по-моему, если я ничего не путаю, замопучее уже с русскоговорящими игроками. Играйте в умные игры, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.